Православная Бахча в Свято-Троицком монастыре в Ворфинском районе монахини вырастили дыни и арбузы. Этот монастырь единственный в области, который стоит на острове, полностью отрезанный от земли. Земля там считалась неплодородной, но монахиням удалось доказать обратное и вырастить удивительные для нашей полосы плоды. Ну вот наша гордость это арбузы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну нет, что, десять, один. Никакой подкормки не было, ничего не было. Просто вот я с ними разговаривала, поливала их теплой, главное поливать теплой водой. Милость Божья, что такой арбузик у нас на островской земле в Ворфинском монастыре Свято-Троицком выросли, вот такие арбузики. А вот наши знаменитые дыни. Вот этот уже можно собирать. Он должен быть хороший, потому что солнышка много, для него он осоченный, мы его регулярно поливаем. Хорошо. Здесь очень сложные условия. Во-первых, вот посмотрите, какая у нас земля. Вот посмотрите, то есть живого вообще ничего нет. Вот сплошные камни. Мы вытаскивали отсюда старинные предметы, мы вытаскивали железо какое-то, кирпичи. Для нас это для всех чудо. Каждый раз что-то здесь вырождается такое неудивительное. Вон они. Это дождевики. Люди, которые умеют готовить, их у нас тут с удовольствием собирает экскурсии, приезжают. Вот, и готовят дома. Это гриб? Да, это гриб. Вот, посмотрите. Он даже пахнет, как шампиньон. Вот он, пожалуйста, вот грибок, который себе растет. Ну, это из породы шампиньонов. Вот здесь, вот это место, это было кладбище. Здесь были одни склепы, то есть все из мрамора. Конечно, там одни камни внутри. Как оно все растет, мы не знаем. Чудо Господне. Кстати, ухаживают за всем хозяйством лишь два человека – настоятельница и послушница.